Я очень благодарю нашу дорогую Аню за прекрасное искусство и когда вы играли мне вспомнился Это эпизод из Ветхого Завета. Ветхий Завет является книгой, которую читают меньше, чем новой И там есть интересный очень момент, когда пророк Елисей, это имя многим известно, как-то раз собирался по какому-то поводу произнести важное пророчество И не мог настроиться на Бога. И тогда он попросил, чтобы пришел орфист и перед ним сыграл И когда орфист играл, то пророк смог настроиться на Бога, вошел в состояние необходимое для пророчества и произнес те пророчества, которые должен был произнести Что еще раз подтвердило драгоценность искусства перед Богом Итак, тема наша вам известна. Действительно, когда я в прошлый раз приезжал в ваш город с лекциями, то я как-то весь вечер очень долго общались Очень интересную тему, редкую тему о молитве Он спросил, не захотел бы я рассказать о Боге, о том неком сокровенном, чем-то очень важном, о чем говорится достаточно редко И мне очень хотелось всего порадовать и всех вас порадовать Я сел писать эту лекцию, эту тему и написал ее в течение часа И сам удивился, как Господь быстро ответил на вопрос У Бога всегда много целей в том, что Он делает Как говорил поэси Афонский, Господь никогда не делает одно добро Он делает одновременно из любого дела, выводит 3-4 добра И поэтому я надеюсь, каждого из вас здесь присутствовавшего тоже порадовать тем, что скажу Вы, наверное, помните, как начинается Евангелие от Луки, как начинаются деяния Их автор, тот же апостол Лука, и он и там, и там вспоминает о неком неизвестном в истории Ну, понятно, что истории известны не все персонажи, неком Феофиле Очевидно, друге или ученике Луки И Евангелие и деяние являются ответом на вопрос Феофила о том, как же все произошло И Лука говорит, хотя уже многие начали собирать и составлять повествование о совершенно известных между нами событиях Но вздумалось и мне, достопочтенный Феофил, по исследованию всего прислать тебе то-то и то-то И книга деяний, ее достаточно редко комментируют Но в 20 веке был очень интересный такой человек, князь Иоанн Шаховской Он писал стихи, был мыслителем глубоким И он был также епископом города Сан-Франциско А поскольку точно так же звали и святого Иоанна Сан-Франциского То, как правило, их путают И если вы зайдете в контакт, то абсолютно все высказывания, которые приписываются Иоанну Сан-Францискому, святому Принадлежат на самом деле Иоанну Шаховскому Потому что Иоанн Сан-Франциский почти ничего не писал, а Иоанн Шаховской писал довольно интересные вещи и глубокие И вот Иоанн Шаховской прокомментировал книгу деяний Его комментарий называется «Спутники Дамасской дороги» Это очень современный текст, очень интересный И там он говорит, что и Евангелие, и книга деяний были вызваны в ответ на вопрос И что силой равной апостолу был здесь вопрос этого Феофила Потому что без вопроса не было бы и ответа Для Луки нужен был вопрошатель Как для поэта нужен повод к речи, чтобы сказать о том, как Бог действует в мире Еще и еще раз сказать Поэтому тема лекции «Одношение со Христом» Эта тема крайне редкая Об этом очень редко говорят Так, допустим, когда в 2000 году в русской церкви хотели, ну и праздновали, да, 2000 лет Этого удивительного рождения То по разным епархиям были разусланы приглашения С просьбой, кто хочет, чтобы написали статьи Об этом удивительном, не дне даже, а том, кто над нами И статьи все оказались дежурными Собственно говоря, нечего было даже выпускать Эти сборники статей, если кто-то помнит, ну вряд ли вы читали Мне, да, как ученым нужно читать все Поэтому я это все видел Они крайне скучные Это такие вот дежурные общие фразы Или фразы, прикрывающие какой-то вот такой вот риторикой отсутствия опыта Отсутствия огня Все это было очень неинтересно А тех, кто действительно мог сказать, не пригласили Допустим, Антония Сурожского или Георгия Чистякова И других подобных людей Им таких приглашений не прислали Почему статьи в этих сборниках о том, кто является основанием мира Были скучны Потому что такую тему можно раскрыть только на собственном опыте Но не исходя из того, что кто-то когда-то говорил и замечал Что это значит? Приведу такой пример Есть современный, очень достойный ученый-патролох Иерафий Влахас Это сейчас один из митрополитов Элладской церкви То есть церкви Греции И этот достойнейший ученый в свое время, в юности и в более зрелые годы Посещал тех великих старцев, которые позднее были канонизированы Как великие святые Вселенской Православной Церкви Сафроний Сахаров, Паисий Афонский и Антоний Сурожский Еще не канонизированы Все имена вам известны Да, абсолютно все имена И вот часто посещая Сафрония Сахарова И даже написав о нем замечательную книгу Иерафий Влахас всегда привозил старцу свои труды Дело в том, что старцы очень любят помогать тем, кто занимается наукой, искусством Вот, допустим, к Сафронию Сахарову обращался за советом И приносил ему свою музыку классик современной музыки Живой классик Арго Пярт Вы знаете, такой эстонский композитор Но если не знаете, послушайте Это гений современной музыки Уже очень пожилой человек Он признан во всем мире как живой классик И он привозил прослушивать свои вещи Свои произведения на дисках компьютерных Присылал старцу Сафронию Старец Сафроний одевал наушники Огромные, огромные наушники И просил, чтобы его никто в эти несколько часов не беспокоил Ни по какому вопросу И он только слушал музыку А потом посылал Арго Пярту удивление, благословение, восхищение Его необыкновенным талантом И Иерафий Влахас точно так же приезжал к старцу Сафронию И показывал ему свои книги по патристике То есть о святых отцах И спрашивал, одобрит ли старец их печать Старец говорил, что конечно же он одобрит эти книги Но добавлял, что все-таки имейте ввиду, что у вас среднее богословие И когда Иерафий Влахас спрашивал, что вы под этим понимаете То старец объяснял, что вы говорите, потому что вы прочитали А есть еще высокое богословие того, кто говорит, потому что видит Или видел, да? И это нечто совсем иное Некое совершенно иное состояние На самом деле оно и является подлинным богословием Тем богословием, которое и должно было бы быть в нашем мире Если бы все в нем шло как должно Хотя с Божьей помощью в нем и так все идет удивительно И как говорил замечательный фантаст и христианин Пол Андерсон Это современник тоже наш У него достойный такой роман Дети морского царя И он там пишет от лица некого священника, кстати, православного Говорит, что я думаю, что Господь по милосердию своему Посылает нам трудности гораздо меньшие, чем мы сами на себя навлекаем О чем же говорил старец Сафроний Он говорил о неком удивительном и важном способе познания мира О познании молитвенном О близком познанию поэтическому Существует четыре вида познания мира Но сейчас нет времени остановиться Это было бы крайне долго рассказывать Просто скажу, есть логический То есть когда человек просто знает, как закрыть огурцы Он читал, он знает, у него опыт Это житейский опыт Есть научный способ познания Потому что наши, скажем так, способности воспринимать и познавать мир И делать о нем заключение адекватны этому миру Это тайна, которая удивляет ученых И объясняется с помощью богословия Мы есть образ Божий Есть поэтическое познание Когда поэт, человек имеющий дар Он, как и подвижник, который молится Он вглядывается либо великими строками стиха Или какого-то произведения В суть этого мира Либо словами молитвы И такое познание, оно отличается от всех других Потому что оно прямо пронзает суть И открывает человеку то, что он хочет узнать И уже потом, после этого, человек находит те факты Которые подтверждают ему то, что он хотел сказать Это то же самое Кстати, это познание близко гением науки Почему, когда Эйнштейна спрашивали Где ваша лаборатория Он показывал на свою авторучку У него не было И все эти виды познания существуют Еще и для того, чтобы человек увидел красоту И ее умножил А красота противопоставлена В любом случае всегда Современному постмодернистскому состоянию мира А постмодернизм, да, это такая ситуация культурная В которой живет современное человечество И которая, эта культурная ситуация Предполагает отсутствие авторитета Что авторитет это только человек, который высказывается Но и другой человек, такой же точно авторитет Отсутствие истины и так далее Но красота противопоставляет себя такому сознанию Потому что она не просто говорит об истине Но она являет эту истину в таком блеске В таком сиянии Духа Святого Что все умники, которые жонглируют цитатами Которые свысока поглядывают на мудрость Они вдруг понимают, что несмотря на то Что как бы они не пытались перекрыть свое убожество Фразами о том, что добро и зло относительны Но эти фразы никак не мешают ангелам вести учет злых и добрых дел Это очень важно понять Это важно почувствовать Потому что современный мир все-таки живет в этой состоянии постмодернистском Весь абсолютно мир И поэтому современному человеку Старшего поколения или более молодого Бывает не просто увидеть, что в мире существует иерархия ценностей Отличная от иерархии начальства любого вида А именно ценностей Что есть что-то более важное и менее важное И не такое важное И это касается всего И легче всего это увидеть на примере произведения искусства Но и тут тоже нужна к этому чуткость О чем мы еще сегодня поговорим Что допустим просто талантливость не является допустим тем же самым Что и вот та самая подлинность Которой мы можем Как задуманы Умножить красоту на земле А есть по этому поводу очень интересное стихотворение У одной толкинистской поэтессы Совершенно малоизвестной Вероника Батхин Она больше известна своими ролевыми играми Кто знает что такое толкинизм Вот она этим много лет увлекается Ей уже где-то сейчас под 50 И у нее в принципе есть очень мало таких необычных стихов Вот это один из них И называется он Я не люблю талантливых людей Звучит он так Я не люблю талантливых людей Их мелочный разврат Сплошное пьянство Все глупое и мелкое жеманство И мелкую патетику идей Мне не понять Патетики певца Непризнанного нашей Палестины И от того видали наглеца Рыгавшего под стол моей гостиной Без пафоса таланту никуда Вам подтвердит любой досужий критик Суется он не ведая стыда Водоворот событий и политик Его любовь, пожар, потоп, метель Какой-то сон, пленительные музы Истерики под окнами у музы Чтоб только затащить ее в постель Талант отнюдь не значит прохиндей Но встретить настоящего поэта Как честного найти среди судей Его, как иностранную монету Фальшивым посчитают А за это я не люблю талантливых людей Необыкновенные строки о том Что наш мир находится всегда От Адама и Евы в таком состоянии Что высокое он воспринимает Как ненормальное И об этом мы будем сегодня еще много с вами говорить Возникает важный вопрос Как же обрести эту верность слова Чтобы слово было адекватно той реальности О которой мы говорим Говорит ли человек о богословии О воспитании детей О науке Эта верность слова Обеспечивается его присутствием В той реальности О которой он ведет речь То есть здесь я имею ввиду Некое личное Неповторимое присутствие В этой реальности Когда человек настолько Ею проникнут Что он способен Становиться К неповторимому умножению В ней красоты Люди Часто заглушают в себе Эту чуткость К присутствию Бога В красоте Чуткость к истине Потому что им в этом Мешают множество Ложных установок в сознании Которые говорят им Что истина и красота Должны иметь определенные Как они представляют себе Признаки и параметры Известнейший пример этого Евангельские события Когда фарисеи и саддукеи То есть современные умники И формалисты Они считали Что Бог должен быть таков И когда они увидели Что Бог другой Они взбунтовались Ну и вы знаете Что дальше было И в этом желании Чтобы истина была такой Как человек ее себе У Бога представляет В этом желании Правляется некое Формалистическое восприятие Даже Богу диктующее Каким ему быть И когда вдруг Человек с удивлением Узнает что Бог не таков То формалисты Стараются его убить В людской истории Бог был убит Именно формалистами И умниками Но после воскресения Христова К нему уже Они дотянуться не могут И теперь они Пытаются убить все Что в мире От Бога Именно по этой причине Все красивое Все настоящее Бывает гонимо Как говорил об этом Человек Может быть Имя которого вызывает Разные дочувства Но человек обретший Мудрость на старости лет Стивен Кинг Он говорил об этом Что если вы делаете Что-то настоящее Поете Играете на рояле Пишите картины Создаете симфонии Или стихи То обязательно Найдутся люди Которые будут Внушать вам Чувство стыда За все это Потому столь много Скажем так Христиан Идут по формальному пути И именно поэтому Они выступают Против искусства Ведь в искусстве Слишком ярко Проявляется Непредсказуемость Бога Бог открывается В искусстве Как неручной лев Помните эту фразу Из хроник Нарнии Аслан Неручной лев Его нельзя приручить И Дух Святой Тоже непредсказуем И прекрасен И это Ужасает формалистов Почитающих И жизнь И веру По правилам Причем все Что не вмещается В правила таких людей В их узколобость Как вы помните В евангельских событиях Эти люди Осуждают Говорят Что это не должно Неправильно Это зло И начинают с этим бороться Потому что Им привычней И понятней Допустим Читать стихи Какого-нибудь Совершенно посредственного Автора А не Шекспира Лишь потому что Посредственный автор Пишет о том Что им знакомо О киотах Колоколах О том как он грешен И так далее А Шекспир Являет истину В ее небесном блеске А это Как писал Василий Великий Невыносимо Для малых душ Я вспоминаю Как совсем недавно Одна моя студентка А теперь сама Очень тонкий Удивительный преподаватель В одной из столиц Нашей планеты Должна была Прочесть своим Уже студентам Лекцию О христианском Понимании Покаяния И она попросила Меня Найти ей к лекции Подходящий стих Я выбрал Несколько стихов Около десяти Прислал ей И среди них Я хотел Найти в интернете Фрагмент Из Некрасовской поэмы Кому на России Жить хорошо Фрагмент О Кудьяре Атамане Слышал кто-нибудь Его Когда Еще может быть Ну Лет Пятнадцать назад Очень любили Петь семинаристы Вот всякие Люди Связанные с клиросом И Я тогда не обратил На это внимание Пятнадцать Двадцать лет назад А теперь обратил Что Когда я По ссылкам Заходил В интернете И искал этот стих То мне Сразу же Переходил по ссылкам Прежде всего Не на Саму поэму Некрасова А на множество Каких-то маленьких Православных сайтов С песнями Ну или просто Подобных сайтов И я заметил Что нигде Абсолютно нигде Этот удивительный стих Некрасова Не приведен Полностью Он приводится Частично Фрагментарно И Приводится Следующим образом Что вот этот Атаман Кудьяр Атаман Вот он разбойник Вот он разбойничает И вдруг Совершенно неожиданно Вот он Захотел покаяться Совесть Господь пробудил И дальше Откуда-то берутся В этой песне Хотя у Некрасова Их нет Следующие строки Что Господу Богу Помолимся Древнюю быль Возвестим Мне в салаках Ее сказывал Сам Кудьяр Петерим И на этом Песня заканчивается Но дело в том Что у Некрасова Здесь совершенно Неожиданная Удивительная история Которую эти Формалисты Даже Побоялись Опубликовать Почему? Потому что Неожиданность Святого Духа Пугает И формалистов И умников И они предпочитают Делать вид Что ее нет И сейчас Чтобы вы поняли О чем идет Речь Я прочитаю вам Полную версию Этой баллады И вы увидите Какова Непредсказуемость Духа Святого Это то Что нельзя предсказать Когда вы идете К святому старцу Настоящему Не просто Знаете Когда пишут А в нашей деревне Есть старец Нет К настоящему Как Порфирий Афонский Паисий Афонский Сафроний Сахаров Вот к такому человеку К Серафиму Саровскому Его слова Невозможно предсказать Потому что Бог не может быть предсказан То что он вам скажет Не может быть предсказано Никогда И даже когда человек Говорит Есть только два варианта Решения моей проблемы У Бога всегда Оказывается Какой-нибудь Двадцать пятый вариант И об этом Мы с вами Еще сегодня поговорим И так смотрите Как выглядит полный вариант баллады Я скажу вам Докуда Ее поют А потом Прочитаю До конца Господу Богу Помолимся Древнюю быль Возвестим Мне в Соловках Ее сказывал Инок Отец Петерим Было двенадцать Разбойников Был Кудеяр Атаман Много Разбойники Пролили Крови Честных Христиан Много На богатство Награбили Жили в дремучем Лесу Вождь Кудеяр Из-под Киева Вывез Девицу Кросу Днем С полюбовницей Тешился Ночью Набеги Творил Вдруг У разбойника Лютого Совесть Господь Пробудил И вот здесь Заканчивается Вот эта вот Песня Всех этих Клерошан Которые ее поют И дальше Вот строки Шут уже Как будто бы Автор ее Рассказывает Сам Этот покаявшийся Разбойник В Соловках Таких строк У Некрасова Нет Смотрите Как у него Все звучит дальше Сон отлетел Опротивили Пьянство Убийство Грабеж Тени убитых Являются Целая рать Не сочтешь Долго Боролся Противился Господу Зверь Человек Голову Снес По любовнице И эсаула Засек Совесть Злодея Осилила Шайку Свою Распустил Роздал На церкви Имущество Нож Под ракитой Зарыл И по решении Отмаливать К гробу Господню идет Странствует Молится Кается Легче ему Не стает Старцем В одежде монашеской Грешник вернулся Домой Жил под навесом Старейшего Дуба В трущобе лесной Денно и ношно Всевышнего Молит Грехи отпусти Тело Придай Истязанию Дай только Душу Спасти Сжалился Бог И к спасению Схимнику Путь указал Старцу В молитвенном Бдении Некий Угодник Предстал Рек Не без Божьего Промысла Выбрал Ты дуб Вековой Тем же Ножом Что разбойничал Срешеву Той же Рукой Будет Работа Великая Будет Награда За труд Только Что рухнет То дерево Цепи Греха Упадут Смерил Отшельник Страшилище Дуб Тряхвата Кругом Стал На работу С молитвою Режет Булатным Ножом Режет Упругое Дерево Господу Славу Поет Годы Идут Продвигается Медленно Дело Вперед Что с великаном Поделает Хилый Больной Человек Нужны тут Силы Железные Нужен Нестарческий Век В сердце Сомнение Крадается Режет И слышит Слова Эй Местился Сперва Глянул И пана Глуховского Видит На борзом Коне Пана Богатого Знатного Первого В той Стороне Много Жестокого Страшного Старица Пане Слыхал И в поучении Грешнику Тайну Свою Рассказал Пан Усмехнулся Спасение Я уж Нечаю Давно В мире Я чту Только Женщину Золото Честь И вино Жить Надо Старче По-моему Сколько Холопов Гублю Мучу Пытаю И вешаю И поглядел Бы Как сплю Чудо С отшельником Сделалось Бешеный Гнев Охватил Бросился К пану Глуховскому Нож ему В сердце Вонзил Только Что Пан Окровавленный Пал Головой На седло Рухнуло Древо Громадное Эхо Весь лес Потрясло Рухнуло Древо Скатилося С инока Бремя Грехов Слава Творцу Вездесущему Днесь И во Веки Веков Понравилось дорогие Вы понимаете что речь здесь идет не о том чтобы убить злодея а о том чтобы прозреть особые глубины этого мира которые автор постигает в тот момент когда он пишет а мы читатели каждый из нас читатель любой другой книги которую он не написал любой то есть читатели постигают эти же смыслы когда ее читают потому что поэтическое познание как и молитвенное познание это укол в самую суть бытия понимаете дорогие поэтому допустим когда был такой замечательный философ Трубецкой и он почувствовал что бог есть когда услышал симфонию Бетховена вот что такое искусство вот чем оно удивляет что оно дает для человека и как оно к нам ко всем приходит и способность понимать что в мире от Бога а что в мире не от Бога присуще всем людям вообще потому что все мы дети Божии но чуткость к Духу Святому в деталях в оттенках в нюансах она не приходит сразу она она есть говоря языком богословия способность к развлечению духов к присутствию и отсутствию Божьего в ситуациях словах делах во всем что мы видим в мире эта чуткость приходит лишь по мере участия каждого из нас в истине по мере созвучия нашей жизни истине либо есть еще другой способ когда эта чуткость сообщается человеку которого Бог наделил даром настоящего поэта и тогда человек все видит верно всю землю но это настолько редкая вещь что она случается бывает всего несколько раз в столетии или несколько десятков раз в столетии какой век но каждый из нас любой человек может к этому прийти через свое участие в истине и тогда он может все увидеть верно каждый из нас был создан красивым но красоту каждого из нас на уровне души уродуют как все вы знаете фобии страхи комплексы и тому подобные вещи и здесь нужен да психолог либо наставник либо кто-то кто нас очень любит чтобы исцелить нашу психологическую искаженность это то что нужно каждому из нас но точно такое же искажение в человеке существует и в том как каждый человек воспринимает и чувствует истину Духа Святого это искажение восприятия истины которые как объяснял в 6 веке святой в Арсенофии Великий появляются у человека либо в средстве неправильного воспитания либо потому что он усвоил какие-то ложные идеи он не знал о том что они ложные они кажутся ему правдой они кажутся ему истинной и может быть даже важнее истины но эти ложные восприятия в человеке заглушают в нем чуткость к Богу и к божественному так допустим человек может думать что красота стиха определяется просто темой обращенности к поэта к храму и поэтому такой человек будет считать лучшими в мире поэтами тех кто упоминает стихах кивоты лампады и тому подобные вещи хотя сердце будет ему подсказывать что свет все-таки исходит не из банальных строк а допустим из сонетов Шекспира но такой человек искаженного восприятия он не слушает сердце и между тем понятно что мы созданы для большего мы созданы чтобы войти в то состояние в котором пребывают поэт и пророк чтобы мы могли выносить оценку всему увиденному и вслушиваться во все в бытии что нас окружает в истории во вселенной во всем вслушиваться слухом духа святого который человек должен обрести это есть процесс сотворчества Бога и личности потому что каждый человек который возрастает в духе он начинает творить красоту неповторимо так как никто до него не творил и не будет творить ни до него ни после потому что с точки зрения удивительного богословия христианства каждый из нас несет образ Божий неповторимым образом так как ни у кого больше никогда не было и не будет поэтому одним из важнейших дел пророков и поэтов является их труд которым архангел Гавриил характеризовал рождение Иоанна Крестителя архангел Гавриил помните говорил в первой главе от Луки ну так записано да вы знаете возвратить сердца отцов детям это он говорит о том что сделает в мире Иоанн Креститель что делает пророк что делает поэт кто такие эти отцы которые должны быть возвращены детям это великие люди духа величайшие люди нашей планеты лучшие светлейшие наполненные светом и красотой и поэтому пророки и поэты ходят по всей земле а потом ходят и в истории чтобы люди по крайней мере желающие вернулись к подлинному неискаженному святоотеческому восприятию мира к настоящему восприятию бытья к небесному взгляду на все апостол Павел называет это состояние ум Христов а поэты и пророки ставят своих слушателей перед реальностью такой неслыханной красоты что человек вынужден либо отвергнуть увиденное и уйти обратно в свое болото либо заплакать и обратиться к небу и тогда если он сделает второе с ним совершится то что Аристотель называл катарсис то есть очищение которое люди испытывают видя перед собой красоту лучшую чем они апостолы называли это явление на греческом языке метаноя перемена ума и происходит оно когда человек даже не религиозный видя красоту замирает и восклицает Боже как же мерзко как же неправильно я живу сегодня же сейчас же буду жить по другому и в этом одно из свойств красоты чтобы люди перед ней замирали и плакали и снова становились людьми продолжим я слышал историю об одной девочке которая боялась школьных уроков английского а на курсы языка ходила охотно и когда мама решила разузнать в чем тут дело суровая школьная учительница заметила но вы же понимаете что английский это не для веселья по нему теперь экзамен сдают точно так и слишком многие люди относятся и к вере и к жизни вообще с подозрением с мрачностью с постоянной боязнью ошибки которая есть ничто иное как недоверие небу и конечно это остервенение эти постоянные заботы не дают им выйти за пределы собственной глупости и увидеть то что так ясно знал допустим старец Ефрем Аризонский Луи Армстронг или Чарли Чаплин что мир дан Богом для радости светлых душ для многих верующих Бог это гигантский распределительный щит высокого напряжения которому можно приступить только соблюдая инструкцию техники безопасности где недопустимо невозможно свобода самому строить свою жизнь и личный образ благочестия перед ним ведь за этим по мнению таких людей неминуемо последует разряд электричества поражающий человека и никто из них не заметил что в таком постоянном страхе допустить перед ним ошибку нет ни грамма сыновьего отношения того единственного отношения которое по-настоящему нужно Богу Аслан в хрониках Нарнии говорит что не может ничего сделать для гномов которые так боятся ошибиться что и все в мире Божием они отвергают как ошибку если человек не доверяет поэзии Рильке и Уитмана если он глух к благодати в строчках Толкина и Сайгё то он может и вокруг себя создать только всеобщее однообразие была такая интересная женщина монахиня Силуана она умерла в 2017 году и была ученицей святого Сафрония Сахарова и вот смотрите что она интересно о нем пишет я в жизни видела много замкнутых монахов которые боятся открыть свой путь а у святого Сафрония Сахарова этого не было старец Сафроний предупреждал закрытость связана с тем что мы постоянно боимся впасть в ошибку и так мы отвергаем духа святого а вдруг я сделаю неправильно так вот лучше нам впасть в ошибку чем отвергнуть духа святого удивительные слова и они касаются всех христиан потому что какие-то аспекты неверности в восприятии исцелить куда легче чем тотальную недетскость и недоверчивость по отношению к Богу будто он только и ждет чтобы покарать оступившегося или что-то не понявшего человека и конечно это не детскость к Богу не дает ему действовать в человеке не захотевшем на самом деле быть его сыном ведь мир это детская господа Бога а не его бухгалтерия христос 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 первый союзник настоящести высоких людей евангельские события показали что он не нужен большинству даже в своей религии в своем храме христос изгнанник из общества ложных человеческих отношений которое продолжает себя повсюду и поэтому он это вознесение и слава немногих живущих подлинностью и высотой старец Иоанн Крестьянкин пишет что сам дух святой внутренне удостоверяет душу идущую путем истины даже если все соседи и родственники кричат тебе что ты безумец и умрешь от голода под забором очень многим людям говорят подобные вещи вы знаете что нередко каждый кто старается идти не банальным не общим а своим путем слышит подобное у Честертона были по этому поводу строчки они пророчили нам смерть от нищенской сумы но груди золота с тобой не покорились мы ученик Христов оказывается отвергнутым всеми людскими сообществами и храмовым и литературным и научным и университетским и в автобусе и в коллективе и на улице настоящий дух который он в себе несет несносно для всего общества ложных отношений сияющее в нем царство небесное слишком явно говорит о конечности мира формы мира умников и формалистов но труды человека духа и мысли его как маяк для ищущих подлинности маяк открывающий как писал Джон Толкиен что зло не вечно и не так уж много места занимает оно в мире а свет и высшая красота за его пределами пребудут вечно удивительный английский классик поэт Томас Терренс Эллиот пишет следующее потенциальный святой может быть очень трудной личностью то тут то там тебя задевает контраст между почти сверхчеловеческим смирением и тем что легко принять за оскорбительное высокомерие ведь святой мудрец поэт никогда не соглашаются с этой самой ложностью человеческих отношений они не соглашаются с формализмом и пустозвонством а ведь все это считается в человеческом обществе совершенно обыденным делом и даже делом похвальным если только оно прикрыто каким-то рангом саном положением дипломом званием и так далее а святой называет вещи своими именами истину истиной ложность ложностью поэтому его не выносят люди малых путей принимая его свет за неслыханную дерзность и оскорбление их собственной серости старцу Виталию Сидоренко бывало так больно от людской клеветы и людских нападок и искушений что он иногда говорил на моем месте никто из вас не смог бы и часа одного прожить а знаменитый и добрейший певец Майкл Джексон глядя на то как мир в ответ на его благотворительность доброту и стремление к свету поливает его грязью писал больно быть мной чтобы по-настоящему помочь другому словом стихом заботой поддержкой надо самому перенести боль и лишь тогда другому станет не больно потому святой нектарий оптинский говорил Надежде Павлович что для исцеления другого от боли нужно взять эту боль на себя это очень трудно но в ответ на такое благородство Господь вмешивается в ситуацию и дает счастье всем участникам этой истории утверждая так еще раз что мир это божья сказка со счастливым концом о блаженной олипии киевской мы можем прочесть что за всякую проблему которую она решила в жизни людей а к ней приходило множество людей ей приходилось терпеть собственную боль и незаслуженные обиды читая уже жизнеописание повторяешься сколько раз повторяется эта строчка ее часто обижали и часто было больно но так и любой рыцарь господин терпит боль ради чужого счастья Джон Толкин приводит об этом такой удивительный разговор между двумя хоббитами Фродо и Сэмом в последней главе сказки Властелин колец цитирую да ведь что же это сказал Сэм со слезами на глазах я то думал вы тоже будете многие годы радоваться их обитание расцветет ведь вы же столько ради нее я вроде бы и сам так думал ответил Фродо но понимаешь Сэм я страшно глубоко ранен я хотел спасти хоббитанию и вот она спасена но только не для меня кто-то ведь должен погибнуть чтоб не погибли все не утратив не сохранишь ты останешься за меня я завещаю тебе свою несбывшуюся жизнь в придачу к твоей собственной есть у тебя уже дочь розочка и элонор будут и мариадок и лютик и перегрин тут детей перечисляет будут наверное и еще но этих я словно вижу руки твои и твой здравый смысл будут нужны тебе везде тебя конечно будут выбирать головой хоббитании покуда тебе это в конец не надоест ты станешь знаменитейшим садоводом будешь читать хоббитам книгу сказаний хранить память о былых временах и напоминать о том как едва не стряслась великая беда пусть еще больше любят наш милый край ты проживешь долгий и счастливый век исполняя то что предначертано тебе в нашей повести и мои студенты вспоминали о любимом всеми вами думаю старце Гаврииле известном вам что допустим бывало так что он прижал в какой-нибудь новый храм его часто переводили с храма в храм и вот бывало что он прижал в какой-то новый храм и панамари так над ним издевались что он не выдерживал и сам уходил в другой храм да хотя это был человек святой жизни но даже он не выдерживал этих мучений и издевательств которым его подвергали но в этом и проявляется величайшее благородство духа эльфийский аристократизм когда кто-то решается заплатить своей болью за чужое счастье святой поисиафонский пишет что таким людям именно им уготовано лучшее место в раю а удивительный датский философ Сверенкеркегор замечает что лишь эти люди и их дела и есть в подлинном смысле слава Господня смотрите как он говорит об этом цитирую люди обыкновенно путешествуют по свету чтобы увидеть горы и реки новые звезды ярких птиц странных рыб забавных людей они впадают при этом в оцепенение пристально вглядываясь в существование и полагают что действительно что-то увидели ничего из этого меня не занимает однако зная что где-то живет подобный рыцарь веры я отправился бы к нему пешком ибо это чудо абсолютно занимает меня я не терял бы его из виду ни на мгновение я проводил бы каждую минуту следя за тем как он раскрывает себя в своих движениях я счел бы обеспеченным себя на всю жизнь и разделил бы все свое время на то чтобы смотреть на него и упражняться самому я посвятил бы все время тому чтобы им восхищаться ведь единственный путь для увидевшего красоту это преклонить перед ней колено поэтому для умников в нашем мире нет ничего красивого ведь они над всем готовы смеяться но это смех пустоты перед высотой нужно уметь восхищаться и благодарить чтобы видеть то большее что повсюду скрыто во вселенной что ярко сияет из каждой точки о чем такой знаменитый современный физик христианин как Алистер Макград говорит что по всей вселенной разбросаны намеки на его присутствие это то что мы называем и ангелы называют славой Господней это то что можно выразить либо молитвой удивления и восторга либо великим стихом молитва совершается каждым из вас лично а стих я вам принес это стих из знаменитого произведения Фауст который написал Гёте там есть необыкновенный совершенно по силе редчайший в мировой литературе по силе диалог ангелов так называемый пролог на небесах я принес вам его архангельскую часть она небольшая и вы оцените как она звучит и так значит это разговор ангелов Рафаила Гавриила и Михаила в пространстве хором сфер объятов в величии солнце восстает свершая с громовым раскатом неслыханный круговорот девятся ангелы господни окинув взором весь предел как в первый день так и сегодня безмерно слава божьих дел и с непонятной быстротою внизу вращается земля на полночь страшной темнотою и светлый полдень круг деля и море пеною одета и в камни пеной бьет прибой и камни с морем пчит планета по кругу вечно за собой и бури все попутно руша и все обломками покрыв то в дивном море то на суше безумствуют на перерыв и молния сбегает змеем и далее застилает дым но мы господь благоговеем пред дивным промыслом твоим мы ангелы твои господни отянув взором весь предел поем как в первый день сегодня хвалу величию божьих дел чтобы увидеть такие смыслы мира нужно сойти с общего для всех банального пути который люди распространяют и на свои отношения с богом нужно не бояться учиться у тех кто может научить подлинности их легко найти это те над кем смеются все остальные люди шведская сказочница Сельма Лагерлюх вспоминала как девочка ее водили в церковь ее города и там чопорные почтенные дамы сидели на скамейках слушали службу и все были предельно серьезны и лишь искоса поглядывали по сторонам не наделали соседка шляпу лучшую чем она никому в их собрании и в голову не приходило быть счастливыми и всего только один молодой человек по имени Кристиан был счастлив и радовался Богу Сельма добавляет что все в храме считают его дурачком это совершенно удивительное явление но как раз именно тот кого считают дурачком над кем смеются он и оказывается настоящим и первый пример Христос посмотрите сколько его оскорбляют как его только не называют что ему только не говорят обезумел это наверное самое легкое и мягкое из того что ему говорили а сколько ему пришлось пережить от родных от близких помните и братья его не веровали что это значит это значит что только мама и отец понимали кто он такой а все остальные что это было ну представляете себе семью где кого-то не любят можете представить вот 30 лет подряд он действительно вынес все кстати по этой причине Иустин сербский говорит что Бог вправе допускать нам трудности чтобы нас исцелить привести на гору смысла потому что он сам испытал трудности и он смотрит на наши трудности не глазами Бога а глазами человека который знает что такое боль удивительно да необыкновенно и вот этот момент что над всем высоким и настоящим в мире люди смеются его когда-то совершенно необыкновенно разъяснил две с половиной тысячи лет назад великий китайский философ Конфуций и Конфуций дал самое удивительное в истории человеческой мысли определение плохого и хорошего человека дело было так Конфуций как может быть некоторые знают путешествовал очень много по разным провинциям Китая он путешествовал со своими учениками которых у него было несколько десятков и вот как-то раз они проезжали мимо какого-то городка и один из учеников сказал что я как раз родом отсюда Митую человек, о котором все говорят хорошо. И Конфуций тотчас ответил, что это плохой человек. Ну хорошо, сказал ученик. Ладно. Но в этом же селении есть еще один человек, тоже наш общий знакомый в селении, о котором все говорят плохо. Это тоже плохой человек? Ответил Конфуций. Тогда удивились все ученики и спросили, а кто же тогда хороший? И Конфуций ответил, а хороший это тот, о котором хорошие люди говорят, что он хороший А плохие говорят, что он плохой. Непревзойдённое в истории определение хорошего и плохого человека никто не дал лучше. И я вспоминаю, как я когда-то рассказал о одной из своих лекций, как одна моя знакомая слушательница лет сорока часто пишет на Афон старцу Дионисию Коломбокосу. И она всегда удивляется, потом говорит, что ему есть дело до моей боли. И ей, как и всякой женщине, хочется таких вещей, как обустроить дом, хотя живёт она небогато. И вот по молитвам старца действительно её финансовое положение стало налаживаться. А финансовое положение, вы знаете, оно в разных частях мира разное. Вот, ну, здесь оно в целом более стабильное, чем там, допустим, откуда я сейчас приехал. И она по молитвам старца наладила своё финансовое положение. Она смогла купить какие-то вещи, которые радовали. И она радовалась, что она могла купить то какую-то мебель, то йогуртницу, то кофемолку. И когда я рассказал всё это на лекции, то в комментариях в соцсетях некий, скажем так, особо ревностный семинарист стал мне писать, что вы какую-то ерунду такую говорите, что это вообще старцу, что до этого за дело. Старец должен говорить людям, какие они все грешные, что это всё, что люди это черви, да, что люди недостойны, учить их покаянию, а он ей помогал покупать какие-то, какие-то-то йогуртницы и кофемолки. И узнав об этом, моя знакомая рассмеялась и сказала так, где же ему понять, что каждый раз покупая ту или иную вещь в дом, я лечусь от свойственной всем нам забитости и униженности. Я учусь чувствовать себя человеком. И старец это понял, как понял бы великий психолог, как понял бы кто-то абсолютно любящий. И старец учил её тому, чего она хотела, чтобы в ней раскрылась слава Господне. Но люди очень редко, почти никогда не знают о том, как к ним на самом деле относится Бог. От него ждут угроз и наказаний, ждут правил и предписаний. Он, по выражению европейского мыслителя Вальтера Шубарта, предстаёт для всех людей, почти для всех, как великий полицейский во всемирном полицейском участке. То есть люди, даже в церкви, редко понимают о Боге. Один мой друг рассказывал, как однажды он хотел согрешить, сделать некое злое дело, и тут в его комнату зашла его мама и подарила ему шарик с изображением Рождества. И он заплакал и понял, что Бог – это нежность, что Бог не стремится наказать его за грех, а стремится его обрадовать. Посмотрите, да, как говорит об этом святой Иоанн Кассиан Римлян, ученик Иоанна Златоуста, память которого празднуется сегодня, Златоуста в смысле. Он говорит, что грех делает человека более несчастным, чем виновным. А ведь сердца святых – это отражение сердца Господня. Представьте, да, какой Бог, как Он смотрит на все это. И увидев, что Христос доверяет нам жизнь, не предписывая, как ее строить и совершать, мы удивляемся. Потому что это только малые наставники, малые люди диктуют другим, что и как им делать. А подражатели Христа, они указывают слушающим путь Духа Святого. Если человек выходит на эту дорогу, то лишь тогда он начинает строить свою жизнь по слову блаженного Августина, который говорил, что самое главное – это научиться любить Бога и делать, что хочешь. Вот очень важный признак Божьего человека. Когда он встречается нам, наша жизнь словно солнцем озаряется. И все в ней обретает неожиданный поворот к радости, к свободе, к исцелению, к свету. Почему, допустим, такое огромное количество людей ехало и едет к святому Паисию, к Эмилиану Вафидису, к Ефрему Филофейскому, к Дионисию Коломбокосу, к другим современным старцам, которые живы, либо которые были живы совсем недавно. Почему к ним едут? Далеко не только для того, чтобы решить какой-то вопрос. Мы с супругой, допустим, ездим каждый год к этим прекрасным афонским старцам. Не для того, чтобы решить какой-то житейский вопрос, а для того, чтобы их увидеть, для того, чтобы увидеть людей, вокруг которых совершается райское пространство, как вокруг великого стиха, вокруг которых ты понимаешь, что высшие силы сражаются на твоей стороне. Это самое драгоценное из пониманий, понять, что Бог постоянно на твоей стороне, и Он все для тебя действительно делает. Через таких людей к нам приходит высокая уверенность в Боге, в Его мудрости, в Его помощи. И тогда в нашей жизни появляется та радуга, которую невозможно не заметить, которая абсолютно прекрасна и необыкновенна. И я нашел очень интересную мысль. Евгения Поселянина, такой был писатель дореволюционный, который писал о встречах со святым Амросией Умкинским. И вот смотрите, что он пишет. Меня поразила бездна его святость, святого Амросия, и та непостижимая бездна любви, которая была в нем. И я, смотря на него, стал понимать, что значение старцев – благословлять и одобрять жизнь и посылаемые Богом радости. Учить людей жить счастливо и помогать им нести выпадающую на их доли тягости, в чем бы эти тягости ни состояли. Обратите внимание на эти удивительные слова, где одно из назначений святости, как и поэзии – учить людей жить счастливо. Между тем люди и в христианстве ухитряются ходить с печальными лицами. И поэтому миру так нужны старцы, так нужны поэты, которые открывают, что путь к Богу – это тоже путь к счастью. И этот путь действительно существует. И что этот путь, дорогие, он совершается там, где мы начинаем следовать именно своему назначению. Это назначение мы угадываем не сразу, далеко не сразу. Бывает, проходит много лет, совсем много лет, когда мы поймем, для чего все-таки мы пришли в этот мир. Но когда мы все-таки это понимаем, мы начинаем идти. И когда мы идем так, как говорил Григорий Сковорода, соприродно сердцу, мы обретаем радость совсем необычную. Потому что мы чувствуем, что мы живем не зря. Мы живем со смыслом. И каждый из нас пришел в этот мир для того, чтобы умножить в этом мире красоту и добро. Но нужно понять, как это сделать. И если мы это понимаем, а в итоге мы это обязательно поймем, это счастье. Стивен Кинг, которого я сегодня уже упоминал, говорит по этому поводу следующее. Повторюсь, с годами он обрел удивительную мудрость. Есть у нас и такие авторы, как Джеймс Джойс, есть Харпер Ли, автор единственной книги, но гениальной «Убить пересмешника». Многие другие, в том числе Джеймс Эдли, Мальком Лаури, Томас Хауэрис, пока что написали очень мало. В этом нет ничего плохого, но я вечно ломаю себе голову над двумя вопросами. Сколько времени заняло у них написание книг, которые они написали, и что они делали в остальное время? Одеяло вязали, устраивали благотворительные базары, ленились. Может, я несколько хамски ставлю вопрос, но мне действительно, поверьте, интересно. Если Бог дал тебе что-то такое, что ты умеешь делать, как никто на земле, какого же фига ты это не делаешь? И вот это вот открыть свое назначение, в этом помогает прикосновение к красоте. Поэтому часто люди едут к старцу, чтобы почувствовать, для чего они живут. Это очень-очень важно, удивительно и драгоценно. Потому что тогда человек начинает жить той полнотой, которая о нем задумана. И тогда, обратите внимание, все вокруг, почти все, кроме нескольких человек, начинают говорить вам, что вы умрете от голода. Что так жить нельзя. Что какое же... Так говорят всем. Абсолютно всем. Вот, допустим, знаете, сказки о Гарри Поттере, да? Написала их Джоан Роулинг. Она была очень такой одинокой, ранимой девочкой в школе и в колледже, то есть в университете. Очень печальной девочкой. Отец их бросил, мама тяжело болела. До этого отец с мамой постоянно ругались. Она выросла в колоссальном количестве комплексов и фобий. Они жили очень бедно. На пособии она жила много лет, пока не издала первый роман. Который, кстати, отвергла больше десяти издательств поначалу. И вот, когда она хотела устроиться в какой-то университет, она поняла, что она любит только слово. Она любит английскую литературу. Диккенса, Толкина, Честертона. Но она же англичанка, да? И вот она хочет поступить на английского филолога. Это то же самое, как вот, допустим, в России поступить на русского филолога. Я поступал когда-то много лет назад. Я знаю, что говорят все. Они говорят, ну что ты, да, ненормальный. Но есть же другие профессии. Есть экономист, да, менеджер. Есть, ну, на худой конец какой-то, ну, не знаю, какой-нибудь бухгалтер. Но русский филолог, ну, учитель в школе, ну, большего же не будет. И вот так вот напугали и Роулинг, и в конце концов она сказала, что все-таки очень хочет быть филологом. И тогда ей сказали, ну, ладно, но становись тогда хотя бы французским филологом, потому что ты тогда хотя бы будешь переводчиком. Это хоть что-то в твоей жизни тебе даст. Ну, знаете, да, потом роман, всемирная слава. Но до этого годы унижения, годы жизненно пособия, тяжелые фобии. Это сейчас, да, она на благотворительность отдает десятки миллионов. И вот, и заботится о тех, кто был в ее положении. А тогда она была, ну, почти нищая. И одинокая. И так говорят всем, кто решается пойти небанальным путем. Потому что ему выдает, ты умрешь от голода. Или твои дела никому здесь не нужны. Твои таланты никому не пригодятся. Ну, что такое, допустим, писать картины, играть на рояле. А что такое петь? Что такое, да, что такое там писать программы, в конце концов, компьютерные. Что это все такое? Что тебе это может дать? Если, да, ты должен учиться зарабатывать деньги. Вот. И все-то в таком духе, что сказочники, да, и сказки в нашем мире больше не нужны. А все эти высокие рассуждения об искусстве, о подлинности, о Боге, это все, ну, может быть, и не сказки. Ну, да, вот как в Псалме сказано, да, где же твой Бог, если ты не богач. Так вот, Господь удивителен тем, что Он действительно являет свое присутствие в жизни всех, кто решился идти этим путем. Помните, в Евангелии Он абсолютно прямо говорит, что не ищите, что есть, что пить и во что одеваться. И всякий, кто ищет Царство Небесного и правды Его, все это приложится Ему. И вот в эти слова «все это приложится Ему» Бог включает вовсе не хлеб и кашу, а абсолютно все, что только человек захочет. И если человек идет по небанальному пути, в его жизнь входит вся радость этого мира. Как это было в сказке о Золушке. Потому что сказки пишутся именно потому, что люди видят, что это правда. Потому что люди видят, что весь мир устроен по закону сказки. И всюду, всюду он устроен таким образом, что каждый человек, стремившийся умножить красоту и добро, еще на земле приходит в счастливый конец. Ганс Христиан Андерсон уже к 70 годам написал очень удивительную свою биографию, которая называется «Сказка моей жизни». И там присутствуют такие его слова. Цитирую. Жизнь моя – удивительная сказка, богатая, полная событиями и история. И если бы в ту пору, когда я бедным, беспомощным ребенком пустился по белу свету, меня встретила бы могущественная фея и сказала мне «Избери себе путь и цель жизни, и я, согласно твоим дарованиям и разумной возможности, буду оберегать и направлять тебя, и тогда моя жизнь не сложилась бы лучше, счастливее, разумнее». История моей жизни скажет каждому то же, что говорит она мне, Господь Бог все направляет к лучшему. И именно поэтому человек, понимая эти вещи, может быть, сердцем чаще, чем умом, умом это он понимает позже, сердцем раньше, он стремится ко всей красоте и ко всем, в ком живет эта красота Духа Святого. Это такие старцы, как тот же Дионисий Коломбокос, Эмилиан Вафидис, Антоний Сужерский, Паиси Афонский. Это те книги, в которых мы обретаем поддержку, это те удивительные строки Земли, в которых мы видим и ощущаем, что Царство Небесное, оно уже приходит вокруг нас в силе, и что мы можем его пережить и им жить. Ведь философ Николай Бердяев говорил, что то, что каждый раз добро, прикажущееся такой слабости, побеждает, и все добрые обретают счастливый конец, это еще одно удивительное доказательство реальности Божьего присутствия на Земле. Потому что добро в нашем мире постоянно имеет внемировую поддержку. И все время логически кажется, что все должно быть плохо, а все оканчивается хорошо. Я помню, когда-то, лет 15 назад, или может быть меньше, я преподавал в университете, ну, наверное, меньше, и ездил к одному старцу, и моя студентка, девушка лет уже, наверное, 25, у нее была дочь, дочь с детства тяжело болела, маленькая совсем дочь, лет двух, и она просила передать этому старцу вопрос о дочери, чтобы он помолился о ней. Я приехал и попросил молитв. Старец, конечно, сказал, что он помолится об этой девочке. Зовут ее Наташа, и маму ее зовут Наташа. Ну, вот, все равно вы их не знаете, они эту лекцию не услышат. Вот, и тогда я, чтобы как-то еще утешить мою студентку, спросил старца, скажите, пожалуйста, по поводу этой девочки, есть ли надежда? Это старец порвался ко мне и повторил слова Гэндальфа из сказки Толкина «Властелин колец». Он сказал то, что Гэндальф, волшебник Гэндальф, мудрец, говорил хоббитам, надежда есть всегда. Все так и сбылось. Девочка переросла свою болезнь, в том числе и по молитвам старца, и по нашим общим заботам, и по помощи докторов, хотя она была не очень большой, потому что эта болезнь была врожденная. Но все это прошло, осталось в прошлом, девочка уже, наверное, школу закончила, вот, и действительно надежда исполнилась, потому что в мире Божьем она исполняется. Поэтому Иоанн Лесвичник, удивляясь такому необыкновенному промыслу Божию о добрых людях, говорит, что надеяться – это уже то же самое, что держать за хвост вот эту вот птицу счастья, которая уже прилетела. Но вот она еще не открылась до конца, вот еще чуть-чуть, еще чуть-чуть и все откроется. Я бы там писал такими строчками. Все так сказочник мудро решил, и конца величайшую радость он вначале знать не разрешил. И когда мы все это ощущаем, то мир расцветает для нас в Духе Святом, расцветает в счастье, потому что мы ощущаем реальность Христово присутствия на земле. Ведь вся наша боль, дорогие, вся наша несвобода, вся наша трудность заключается в том, что человеку часто очень сложно почувствовать, что Христос реально существует. Но когда мы через красоту Духа, стихов, общение с величайшими людьми Земли чувствуем реальность Бога, то мы входим в чудо. Поэтому люди, которые не пережили это, они не видят, как может и мир, и наша собственная жизнь в одно мгновение разукраситься радугой Божией. Такие вещи кажутся им поэтическими образами, а те, кто это испытал, бывают потрясены величием Христовым и его невероятной, касающейся даже последней мелочи, заботой о нас. Ведь старец, поэт и вообще всякое прикосновение к красоте через музыку, через картину, через все, что угодно, через добрую улыбку, которую мы дарим своим любимым, через все это жизнь ощущаешь, как сказку на самом деле, великую Божью сказку со счастливым концом. Это то, дорогие, что я хотел вам сегодня рассказать. Субтитры создавал DimaTorzok